Позвольте мне выступить с темой, которая также является очень важной в нашей стране и уверена для каждого участника нашей конференции. Тема, с которой я хочу выступить – образовательные инструменты миграционной политики Российской Федерации. Общеизвестно, что образовательный компонент в комплексе мероприятий социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в любой стране остается одним из основных. Именно поэтому разработке и принятию адекватных образовательных механизмов, способных своевременно реагировать на запросы принимающего общества, уделяется серьезнейшее внимание как со стороны органов законодательной и исполнительной власти, так и со стороны общества в целом. С учетом специфики миграционных потоков и геополитических задач России, законодательно закреплено проведение в зависимости от категории иностранных граждан, а категоризация проводится в зависимости от цели пребывания иностранных граждан в стране, трех обязательных образовательных процедур, признанных наиболее эффективно способствовать достижению целей миграционной политики страны в целом. А именно, это лингводидактический тест по русскому языку при приеме в российское гражданство. Данный тест проводится с 2005 года, регламентируется федеральным законом о гражданстве Российской Федерации. Лингводидактический тест является наиболее известным и популярным образовательным инструментом, применяемым в отношении мигрантов в различных странах. Также необходимо отметить собеседование на признание иностранных граждан и лиц без гражданства носителями русского языка. Это новая образовательная процедура, проводимая с 2014 года, также регламентируется законом о гражданстве Российской Федерации с учетом недавно внесенных поправок. Проводится для лиц, желающих вступить в гражданство Российской Федерации, но в упрощенном порядке. Подобный мягкий формат установления степени сформированности коммуникативной и культурологической компетенции обусловлен в первую очередь необходимостью решения геополитической, то есть адресной поддержки соотечественников, говорящих на русском языке и ментально очень близких российской цивилизационной парадигме. Тем самым поддержка наиболее хорошо владеющих русским языком категории иностранных граждан. В соответствии с поправками, принятыми Федеральным законом 58, в 2020 году граждане Белоруссии, граждане Украины, лично подавшие заявление на признание носителя русского языка, признаются таковыми на основании своего заявления. То есть они фактически освобождены от прохождения процедуры собеседования. Таким образом, на уровне законодательства учтены близость граждан России, Украины и Белоруссии. Кроме того, с 1 сентября 2017 года вступил в силу новый закон, в соответствии с которым в качестве обязательной введена процедура принятия присяги на гражданство Российской Федерации. Принимая присягу, иностранный гражданин принимает на себя обязательство соблюдать Конституцию и законодательство Российской Федерации, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина Российской Федерации на благо государства и общества, защищать свободу и независимость Российской Федерации, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции. Для России это новая практика, ориентированная на социальную адаптацию новых соотечественников российского общества. При введении ее России был учтен положительный опыт других государств, в которых также требуется приносить присягу при получении гражданства. В частности, мы ориентировались на традиции и законодательную практику таких стран, как Соединенные Штаты Америки, Бельгия, Канада, Австралия, Испания и многие-многие другие. Еще одна процедура – комплексный экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации. Экзамен был введен в 2015 году и регламентируется также федеральным законом 115 о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации. Комплексный экзамен проводится для иностранных граждан, которые осуществляют трудовую деятельность в Российской Федерации и желают оформить разрешение на временное проживание или вид на жительство. По состоянию на середину 2020 года в стране действует более тысячи центров обучения и проведения такого тестирования. Комплексный экзамен сдали более 400 тысяч человек, лингодидактическое тестирование сдали более 55 тысяч человек. Поэтому можно констатировать, что в Российской Федерации институционально сложилась государственная система тестирования различных категорий иностранных граждан как основной элемент государственной миграционной политики Российской Федерации, которая решает задачи в области и адаптации, и интеграции иностранных граждан в российский социум. В конце мне хотелось бы сказать о возможных перспективах и дальнейшего развития государственной миграционной политики в нашей стране. Дальнейшее нормативно-правовое совершенствование уже действующих процедур. В частности, законодательное закрепление различных уровней сложности комплексного экзамена для соискателей патента и разрешения на временное проживание. Соискателей разрешения на временное проживание или вида нажительства. Дифференциация сроков действия сертификата о сдаче комплексного экзамена в зависимости, опять же, от категории иностранных граждан, соответственно, с теми целями, с которыми они пребывают в Российской Федерации. Создание механизмов обеспечения контроля процедуры организации и проведения комплексного экзамена. Соответствующий законопроект был принят и подписан президентом Российской Федерации Владимиром Путином 8 декабря текущего года. Вовлечение более широкого числа иностранных граждан в процесс обучения не только для сдачи экзамена, но и в дальнейшем для профессиональных целей и фокус на обучение детей-мигрантов. Это также является одной из приоритетных задач, которая сегодня ставится в рамках интеграции и адаптации пребывающих иностранных граждан в Российскую Федерацию. Большое спасибо за внимание всем выступающим и принимающим участие в конференции. Желаю очень активной коммуникации и достижения тех целей, ради которых мы сегодня с вами собрались. Спасибо. Спасибо.